Всем привет, мои хорошие, мои запеканочки, мои бублички, мои сладкие бублики. Очень странное начало, да? Просто у меня хорошее настроение. Я решила это настроение вообще, так знаете, закрепить конкретно роллами. Сделала себе такой маникюрчик, но вы, наверное, уже видели. В новом видео я вам это все дело показываю, как я делаю, что, как, почем. Ледяная вода. Обожаю. Обожаю, ребят. Под прошлым видео я заметила очень много комментариев по поводу того, как можно... Ой, господи, как я испугалась. Как можно за быстрый срок похудеть и как я это сделала. Расскажи немножко поподробнее вообще про похудение и все дела. Рассказывать про похудение на мукбанке, мне кажется, немножко тупо, но все же, если кому-то интересно, почему бы не рассказать. Ой, господи. В общем, я однажды похудела на 13 килограмм. Сделала я это максимально просто быстро. Я вам не рекомендую худеть настолько быстро. Не вздумайте. Ой. Что с палочками? Что вы меня подводите? Как я похудела? Я кушала все, что я хочу. До четырех. После четырех я не ела ничего. Просто вода, либо просто чай. Я пробовала сидеть на разных диетах. По-моему, даже японская, на гречке. На гречке это вообще... Мне кажется, это очень вредно, потому что ты получаешь только определенные витамины. Я вообще думаю, что худеть на гречке это опасно. Когда я худела, мне все говорили, вот ты худеешь без спорта, ты наберешь три раза больше. Никакого смысла в этом похудении нет. Иди в спортзал. Вы знаете, люди правы. Конечно, лучше худеть со спортом, естественно. Но... У меня была такая ненависть к спорту, но не хотелось мне. Я просто начала сидеть дома и кушать до четырех, максимум до пяти. Это не значит, что до пяти я прям нажралась. Нет. Я просто до пяти ела то, что я хочу, то, что я люблю. Я не могла себя заставить кушать то, что мне не нравится. Я похудела за короткий срок, но у меня теперь кожа немножко, знаете, такая рыхлая. И теперь мне уж точно нужно на спорт. Не худейте быстро, мой вам совет. И поправляться. И поправляться. Не нужно поправляться быстро. Ну, я думаю, буквально немножко спортом подтянуть это все дело и будет прям, прям вау. Вот после того, как я похудела на 13 килограмм, у меня в организме произошли какие-то изменения. Я не знаю, что это. Но мне было очень трудно потом поправиться. То есть похудеть было легко, а вот обратный отчет, это уже было сложное дело. Как-то я решила, что каждое утро буду бегать. Я поднялась, по-моему, два раза утром. У меня прям отдышка, как у пенсионера, реально. Бег вообще не мое. В школьные времена, помню, как сочковали, реально. Нам такие планки ставили. Вокруг школы пять кругов, а школы два гектара. Ограждена. Ну, типа, вовремя не пришел, норматив не сдал. И все, досвидули. Вот. Ну, мы с мамкой как делали? Мама хорошенько похудела, мы просто ходили вечером. Так тоже можно, почему нет? При таком освещении я получаюсь какая-то копченая. Очень вкусно, ребята. Сегодня настолько продуктивный день. Я выложила три видео для вас. Так вот, если вы хотите худеть, давайте не отвлекаться от темы. Просто по вечерам ходите. У меня мама так скинула пять килограмм буквально, не знаю, за десять дней. У мамы еще и большой вес, там скидывать проще. Если вы весите, например, пятьдесят пять, вам сложнее будет скидывать. Поэтому как-то так. Но если есть желание, если вы чувствуете в себе какие-то недостатки, мне кажется, не слушайте никого. Вот когда я худела, мне все вокруг говорили, Айка, тебе так классно, полный. Вы бы видели мои фотографии, где я полная. Это ужас какой-то, просто страх. Сейчас мне все говорят, Айка, как хорошо, что ты похудела. Тебе сейчас прям вау. Самое главное, гармония с собой. Поэтому сейчас, когда меня спрашивают, как ты столько ешь и не худеешь, мне кажется, не поправляешься. Мне кажется, фишка заключается как раз-таки в том похудении. После этого мне очень тяжело поправиться. Вы знаете, еще трудно остановиться. Это как губы начинаешь делать, тебе хочется и хочется еще, еще, еще подкалывать что-то где-то. Вот. И здесь то же самое. Я похудела на 13 килограмм. И все вокруг мне говорили, Айка, уже идеально, остановись, круто. Мне было мало. Я считала, что нет. Я должна похудеть до 45. Люди вокруг говорили, что потом может быть анорексия, потом ты можешь... То есть даже захочешь, например, поправиться, у тебя может это не получиться. Господи, ролл. Ну, я рада, что я вовремя остановилась. Все хорошо, когда в меру. Слишком худая, это тоже нехорошо. Нету силы воли просто не кушать. По вечерам гуляйте. Сейчас потрясающая погода, полно всяких парков. Нет. В парк лучше не идти. Мы пробовали с мамой гулять в парке. Вы знаете, как только мы видим скамейку, мы садимся. Мы делали огромный круг. Не вокруг дома, а рядом с домом. И там ни одной скамейки. И точно мы никуда не сядем. В парке сколько ни гуляли. Все равно находили где-то скамеечку. Садились там. Начинали это... Сидеть просто. Вот эти с маком не очень люблю. Всегда забываю сказать, что не кладите их. Хотя они с рыбкой. Именно из-за мака. Как-то не особо я их полюбила. Есть люди, у которых, например, нет силы воли. Не могут тебя заставить не есть, например. Просто ходите. Не обязательно ходить в спортзал. Может, у вас нет денег на это. Ходьба помогает прям на 100%. Обязательно ходите 15 тысяч шагов. Сейчас у всех в телефонах есть этот application программа. И вы можете отслеживать, сколько вы ходите. Почему мы перестали ходить, я могу вам объяснить. Сейчас у нас карантин. У нас в день ты можешь выйти из дома. Только сейчас сделали 3 часа. И получается, что мы идем в магазин, идем в аптеку. И уже берем это разрешение. А вечером уже взять не можем. Поэтому, к сожалению, не получается пока что. Ой. Что ж ты будешь делать? Нет. Я даже не посчитала, сколько здесь штук. Как я кайфую от своих ногтей. От новых. Каждый раз, когда делаю ногти, у меня прям радость. Я думаю, почему я не делаю часто их. Прям смотрю, налюбоваться не могу. Мне настолько нравятся блики. Все прям как я хочу. Идеально. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот это ужин. 8 часов. Пофиг. Живем один раз, ребят. Вкуснотища. Просто. У нас очень много планов с Фати. Я придумала новую рубрику, которую мы будем снимать с Фати. Посмотрим, как попрет. Но послезавтра я иду с ночевкой к Фати. Возможно, где-то 3 дня у нее останусь. Может быть, 2 дня. Посмотрим, как быстро она меня выгонит. Я возьму свой ноутбук и прям буду работать от нее. И снимать видосы. Не знаю, мне, если честно, не очень комфортно у кого-то в гостях быть. Не знаю, насколько меня хватит. Постараюсь остаться как можно дольше. Поснимать для вас видосы. Я знаю, что вы любите совместки. Некоторые в комментариях просят Айсель. В общем, ребята, на этом все. Осталось 6 штук с маком. С маком не очень люблю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Посидели, покушали вместе со мной. Если вам не трудно и хочется сделать мне приятно, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. И поставьте лайк этому видео. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. С вами Блайка Эмили. Всем пока.